Привет, друзья! Те, кто служил в армии срочную службу, прекрасно помнят важный атрибут военной формы одежды – солдатский ремень с бляхой. Но знаете ли вы, зачем некоторые смекалистые солдаты затачивали уголок бляхи? Солдатский поясной ремень изготавливался из кожи или кожзама и поставлялся в комплекте с бляхой из латуни или черного оцинкованного металла, окрашенного в зеленый цвет. По уставу ремень носился поверх кетелей, бушлатов и шинелей. Он служил элементом не только формы одежды, но и боевого снаряжения. В полевых условиях на него крепились сумки для гранат, подсумки для автоматов и пулеметных магазинов, фляга, штык-нож, малая саперная лопата, а также защитные чулки из комплекта АЗК. Для того, чтобы ремень не сползал под этой тяжестью, его поддерживали плечевые лямки. Впервые такой ремень с бляхой был введен в 1938 году для курсантов военных училищ Советского Союза. В 1955 году был принят полевой ремень для рядового и сержантского состава. Он был сделан из брезента, покрытого составом кожзаменителя, а к нему шла оцинкованная нержавеющая бляха матово-белого или серого цвета. В 1969 году для полевого ремня появилась бляха защитного цвета. Латунные бляхи необходимо было каждый день начищать до блеска. Для этого использовалась паста Гои и кусочек войлока. Если же бляха была не начищена, то боец получал наряд на работы. Потому как носился ремень с бляхой, можно было определить, сколько времени отслужил военнослужащий и какой группе неформальной иерархии он относится. Но кроме использования по уставу, бляха была еще и удобным инструментом в руках солдата. Так, некоторые военнослужащие, отслужившие половину срока службы, затачивали один из уголков бляхи, в результате чего она превращалась в небольшой хозяйственный нож, с помощью которого можно было открыть консерву или срезать подшиву подворотничка. Так как латунь это довольно мягкий металл, чтобы заточить бляху не нужен был даже напильник. Это делалось абордюр или кирпич. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка, ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, до новых встреч!